В Крыму участились угрозы от коллекторских компаний. На горячую линию ежедневно поступают звонки с жалобами на действия неизвестных лиц, которые пытаются заставить выплатить украинскую задолженность. В социальных сетях главе республики Сергею Аксенову приходят вопиющие заявления о запугиваниях. Пока что в режиме смс-сообщений. Напомним, на полуострове проживает более 300 тысяч человек, взявших кредиты при Украине. В условиях различных блокад люди пока не в силах выплатить долги, которые коллекторские агентства выкупили за гроши. С другой стороны, вероятнее всего, это происки мошенников. Подробности смотрите далее. То, что коллекторы приступают в закон главу республики, не удивляет. Там, где нет законных способов и нет возможности реализовать судебные решения, начинаются угрозы. Пока не ясно, откуда у коллекторов берутся российские номера крымчан. Ведь кредиты взяты у украинских банков и номера там оставлены украинские. Уважаемый Сергей Валерьевич, мои знакомые с телефона такого-то приходят смс с угрозами от коллекторов. Что делать в этом случае? Куда обращаться? Когда закончится этот беспредел? По-моему, эти дельцы уже никого не боятся. Им что, закон не писан. Телефон, вот сообщение. Значит, ночью закинем в форточку коктейль молотого. Тебя, мразь, предупредили. Телефон, с которого звонят. Подобные случаи уже происходили. Два месяца назад в российском городе Ульянов с коллектора бросил зажигательную смесь в ребенка и задолго родителей в 10 тысяч рублей. Услугами преступника пользовалась одна из конторы микрокредитования. В Крыму ответственным за прием обращения в случае угроз от коллекторских фирм назначен Михаил Шеремет. Сергей Аксенов лично распорядился определить, откуда поступают звонки и как у коллекторов оказался российский номер. И в подобном случае оказывать помощь каждому крымчанину. Всем, кто до 16 марта брал кредиты в украинских банках и всем, к тому такие угрозы поступают, персонально с каждым связаться, Михаил Сергеевич, персонально всем оказываем помощь. Вплоть до подачи исков в интересах крымчан, сформирования юридической группы, которая будет отвечать и отбивать в данном случае подобные претензии. Но ни один крымчанин не должен быть объектом шантажа или угроз. Вполне вероятно, что база данных крымских заемщиков оказалась в руках аферистов, которые решили воспользоваться ситуацией. Также важно, от имени кого выступают коллекторы. Если от украинских банков, покинувших полуостров, то они не имеют права вымогать деньги у крымчан. В данном случае действуют мошенники. Даже по тому закону, с которым мы не согласны и который мы пытаемся смягчить, улучшить и вообще отменить работу коллекторов по России. Но я скажу, даже по тому закону в настоящее время коллекторы не имеют права работать в Крыму. Если к тебе, даже по этому закону, кто-то обращается за взысканием долгов, то заемщик, он праве отказаться, вообще иметь дело с любым коллектором и потребовать, чтобы все общение коллектора с ним осуществлялось через фонд защиты вкладчиков. Прихода в коллекторах квартиры пока не зафиксирована, но подобные угрозы на мобильные телефоны поступают более чем часто. Крымские власти намерены действовать жестко и обещают сделать все возможное, чтобы не допустить вымогателей к жителям полуострова. На сегодняшний момент отработан алгоритм наших действий совместных. Дано поручение протокольное фонда защиты вкладчиков совместно с правоохранителем выступить в прямом эфире на крымских телеканалах, для того, чтобы довести порядок и возможность вкладчикам в каких ситуациях и как им необходимо поступать в данных ситуациях. На сегодняшний момент у нас работает горячая линия совета министров, у нас работает горячая линия фонда защиты вкладчиков, откуда эти сообщения систематизируются и направляются в правоохранительные органы для принятия решения. Напомню, с призывом запретить коллекторов крымские власти уже обратились в Госдуму и Совет Федерации, а на полуострове на местах наладили взаимодействие правоохранителей и фонда защиты вкладчиков. В случае угроз или запугивания со стороны коллекторов, крымчанам необходимо сообщать об этом в правоохранительные органы и на сайт главы республики.